Второй сеанс действительно пожухнет, все что мы положим во втором сеансе действительно пожухнет, но ты протрешь лаком через два месяца и будет как новенькая. Можно вот такой обычной кистью, разбавленной или пшиколкой или разбавленной один к одному в покрывной лак разбавителем, просто штриковательно, но он очень вязкий и если без разбавителя он вяжет, то активными кусами, он очень быстро соусный, ясный. Так, берем вот то, что ты не сделал, ты взяла коричневый и как бы почти только коричневый, а там гуляет очень много фиолетовизны, поэтому сверху на это, чередуя то одно, то другое, то третье, понапустить вот это добро. На весь холст. Да, то даже рыжий. Для меня, вот например, для меня, этого окна пока не существует, потому что если цельно посмотреть на пятно, оно без окна. Только когда мы открываем глаза, прищурк прекращаем, мы видим, что, ой, а там еще и окно. Окно появится вот так, вместе с зеленоватым характером белого. Вот таким, грязноватым, еле различимым, не таким, как у тебя было, помнишь? А еле различимым, белым, еле различимым. Хорошо? Давай так. Вот твои цветовые задачи. Темнота. Под это дело подложила, чуть-чуть отчеркнула, где-то плюс синька, чуть-чуть отчеркнула. Стволы. Синька, розовый, коричневый. Начала набирать. Опять, все те же, все те же цветовые, только в разных комбинациях. Хорошо? Вот они, вот они. Сиреневатость стволов. Сиреневатость, а не странная белость. Ты помнишь, какие они были скучно белые? Посмотри, какие они сложные в цвете. Вот даже и не оправдывайся. Вот, смотри, вот как оно должно было быть. Смотри. Просто мы с тобой начинали уже. Я думал, что ты вот что-то подобное все-таки или заметила на соседнем холсте. Вот оно, каша. Смотри, какая каша. Какая крестьянскость. Письма, правда? Ну, прямо вот глиной пишут. Вот. Ну, вот там чистенькие цветики голубого можно подложить, чтобы сразу угадывалось окно. Очень хорошо, что мы с ней столкнулись, потому что аж обидно было такое непонимание задачи. Смотри, смотри, вот оно. Сразу мотив оконца, правда? Все такое грязное, сермяжное, но красивое. Вот оно. Еле различимы тональные разницы. Посмотри, как они малоразличимы, но как они щемяще родные. Правда? Посмотри. В какой тишине все. Вот оно, деленца древнего белого. Вот оно. Вот оно. Вот в этой каше держимся. Хорошо? Да. Давай так. Значит, что касается вот этой коры, она любит быть... В том числе и гладкой, да. Где-то мы кустевую укладку, да. А где-то вот прямо вот такую укладочку. Вот они. Вот они. Не все забивай. Часть вот этой первого слоя. Сохраняй. И вот оно. Вот оно. Как правдоподобненько сразу. Так же и чернушечки. Голубой, розовый. Чернушечки чуть-чуть там подмешаешь. Подмешаешь. Поскольку стволы на переднем плане, то можно их сразу дать, чтобы они предъявили близость к нам. Так же этим же странным цветиком. Розовый, голубой плюс коричневый. Какие-то там подчерки тоже поддашь мастихином. Какие-то полосы между досок. Можно и мастихином, и кистью. Пощупаешь и то, и другое. И, наверное, в том числе и зеленый тоже начнешь набирать. Будешь брать с бирюзой. Там много сладенького цвета. Можно сразу им вторгнуться. Ну, чтобы у нас все вехи появились на картине. Может быть даже больше мастихинок, чтобы ускорить процесс. Вот они, вот они. И все это, на что ложится? Ты посмотри, на вот эту кистевую рябь. Там и коричневые придут. Хорошо? Ну и более нарядный зеленый. В пользу желтого. Тоже задней, видишь? Вот они, нарядненькие. Вот они, посмотри, какие сочетания. Сразу видно, о чем речь. Вот они. Наверное, тебе там другой мастихин. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот эту с угловатостью. А нам лучше с кругловатостью. Давай. Ну, вкусненькая же. Ну, да. Совсем другой раз. Сермяга. Вот эта русская сермяга. Когда буквально глинами пишем. Ты мне слабо. Старайся. Не мешайте. Когда ты делаешь шахматный порядок, должна сработать красная лампочка. Вот это самый, что ни на есть, шахматный порядок. То же самое, то же самое. Ну, например. Вот там есть свет из-под теневой. Есть? Есть. И тряпочкой, и укладываем стихи. Как вчера. Да. Как вчера. Легче. Грутально, да? Да. Более сплошно. Более цельно. Угу. Посмотри, как хорошо, когда появился цельный мотив. Березно. Так же он появился. И здесь почти белый. Некоторым... С некоторыми полосатостями. Смотри, вот. Цельные стайкообразные проявления. Ладно? Так же и в тени цельнее. В тени можно даже чуть-чуть мутнее. Вот до такой степени. Тоже будет прикольно. То есть чуть-чуть там потом подбить, но более мутный характер устроить. Давай. Цельные светлые куски. Очень рябок. Смотри, какой большой белый кусок. Большой белый кусок. Тоже с рябостью расправится. Понимаешь, все новоначальные все равно вот втыкаешь мазок. Втыкаешь. Не надо втыкать. Вот она, рыхлятина. Вот она, рыхлятина. Вот она, вот она. А ты проводишь борозду. Ужас какой-нибудь. Сбривай всю жду. Все, вся молодежь. Видя белый, даже в тени, берет белый. И вот становится... Ну, его там настолько недостаточно. Это темность. Это темность. Без такой темности не прозвучит светлость. Он белый. Но он настолько в тени, что почти равен теневой. Посмотри, теневая скорее окружает. У тебя он был, спорил даже со светом. Ты понимаешь? Вот эту темность нужно научиться видеть. Темность белого. Вот такой вот он, темный. Поняла? Этот приятель чуть светлее. Но не намного. И не такой уже прямо рябой. Довольно цельный. И только изредкие рябости дают настроение вот этой користости. Хотя вот это тоже шкара. Не обязательно, чтобы оно было уже прямо рябой-рябой. Белый, да? Белый. Ну, конечно же, белый. А белый здесь. Только здесь. Цепочка белесых пятен Белых пятен показывающая, что вот он свет. Поняла? И никто с ним не смеет спорить в тени здесь. Никто. Поняла? Цельность. Цельность даст звучание вот этому светлому. Если он будет очень рябой, то светлый так не прозвучит. Тонально они могут быть даже не очень различными. Но цельность темного и цельность светлого тоже выделят одно от другого. То есть там действительно чуть посветлее, но там выручает цельность. Пятна. Есть там, да? Аж такая вот почти бирюзовая бирюзовое настроение. Вот за счет цельности звучит. За счет цельности и за счет того, что это холодный, а это теплый. Ты видишь, да? Разницу эту. Темнотики давай тоже нашмыряем. Голубой, коричневый, розовый, голубой. Вот эти темнотики в окне. Смотри. они сразу получили отражение этих листьев. Есть такое, да? То есть отражение листьев кажутся отражением, потому что мутно складывается, да? Мортишек. Не уверена. Я просто темный цвет не вижу. Ну, там темный. Ну, там темный, но я бы вот странно не скрылась. Безал, темный и пищевый. Корябать. Не, не, темный, темный. Корябать. Не, темный. Не, темный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и лежачей кистью Вот такой характер Рыхлый Субтитры сделал DimaTorzok Как раз красиво будет глянцевая кора И вот эти вот рыхловатые Несколько плотненькими Можно сделать Вот эти покрашенные места Они же покрашенные Сделать их Более плотными Но потом Поддержать их Рыхлятиной Теневых Чуть-чуть поддержать Рыхлятиной Теневых Хорошо? Вот будет вполне не Перезакрашенная Много раз закрашенная Ты видишь, да? Давай так Вот это окно Нет, ты сделай как надо Ты сделай как надо Здесь ровно одинаково Да, ровно одинаково Это же не значит, что это Если там намечается Похоже Эти гигантские замесы Которые ты делал Они, честно говоря, ни к чему Чуть-чуть кистью Вот такие Вот такие густоты Листикообразные Хорошие звуки Смотри, какие хорошие Правда? Угу Мастихином будем считать Мы только накидали А кистью сейчас догонимся Ой, какие звуки Согласны? Причем Вот аж такой пластилин Он вынуждает нас Класть такой пластилин Потому что мы уже Туда мастихином Нашвыряли краски А этот пластилин Ну он Очень живописный По своей затее И холодненьких тоже И почти беленьких И почти беленьких Прямо вот Понимаешь, чтобы аж зритель Аж хотел лизнуть Настолько вот Густо и Изячно Хороший окно Чуть-чуть пообрисовывать Чуть-чуть поставить Чернот Позволью, допустим Здесь акцентная чернота Смотри, как оно Одно маленькое А сколько дало Второе маленькое Тоже дало Посмотри То есть Чернявые Акцентные Ну вот здесь Хороший акцент Немножко обведенности Там есть Теневые Не доглядела Ну я вообще Поняла, что я Неправильно Сделать Какую Потому что Здесь типа Сердечек Что-ли Что-то Я уже Не стала Рисовать Ну можешь Идеть Чуть-чуть Намека На сердечко Кудрать Главное Тень Снизу Да Чтобы из этой тени Так Хорошо бы Конечно Хоть где-нибудь Показать Идею Дерева Как раз Вписать В краску Идею Дерева Да Есть Мячик Идею Щелей Может быть Чуть-чуть Усилить Где-то даже Красноватость Щелей Береза Так улучшилась Только темноты С этой стороны Не хватает Отчеркивающей Светлоту Да Не хватало Ну ты Вкуснятину Почувствовала Вот этой Серняги Да Русской Ну действительно Настолько Это Глиной Писано Пишется Вернее Глиной Пишется Подобное Конечно От этого Чувствуешь Себя Художником Сразу Потому что Материал В руках Сейчас Немножко Плосковато Чуть Больше Светика Вот В этом Месте Одно Тридцать Иплант Голубым С белым Да Чтобы Это Не было Вблизи Чтобы Было Как и Там Вдали Чуть Чуть Раздавленности А На него Выйдет Их Светлость Лепестков И Сразу Тот Дальше А этот Ближе Да Тоже Как Трюк Такой Чернявости Как Так Так Чтобы Прямо Смотри Он Такое ощущение Что Можно рукой Потрогать Именно Из-за Вот Этой Правдоподобной Темноты А темнота Это Почему Потому что Это Самая Близкая Тональность Может иметь Тональность Ровно Такую Как Оно Имеет В природе То есть Мы Здесь В чистом Виде Без Малейших Сносок Берем Черноту По краю Сразу Прозвучало Чуть-чуть Тоже Махонькие Звучивания Чуть-чуть Заходит За Да По кругу Да Хорошие Очень хорошие Можно их Дополнить Ну что Не все Пострадало От времени Что-то еще Сохранило Почти Первозданное По фактуре Звучание Ну как бы Почти Глянется Чуть-чуть Где-то То есть Оно же Там Растрескивается А вот Немножко И не растрескивается Так Немножко еще Свет Тень И Есть Некая Цельность У этих Пятен Вот Немножко Ты ее Недо Медо Оценила Прямо Цельность Темнявого И Цельность Светлявого Вот Какой-то Почти Цельный Слишком Конопатенько Смотри Цельный Характер Несколько При том Что между ними Там Чуть-чуть Есть Разница Но Более Цельный Характер Там Так Поэтому И ты Тоже Так Сделай Хорошо Слишком Много Конопатого Присобрать Присобрать Чуть-чуть И Наверное Тоненьких Крапопульных Каких-то Черкануть Вот Допустим А Ты Черканул Может быть Даже Степлиночкой Какой-то Сложный Я первый раз Черканул Вот Прихожу Прямо Звонки Сейчас Верно Может Третий раз Даже Честно Получится Перед И Может Быть Даже Там Этого Нет Но Сейчас Попробуем Если Что В районе Тети Глянцеватое Место Такое Нерябое Да? Как полированное Как шлифованное Есть Там Да? Смотри За компанией Продолжение следует...